В Махачкале заработала первая в России ювелирная мастерская, где будут обучать с последующим трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Цех открыл благотворительный фонд «Колесо добра» на грант главы Дагестана и грант регионального Минтруда. Подробности у Севрины Шамхаловой. В первой стране ювелирная мастерская для людей с ограниченными возможностями. Есть все для обучения сложной и филигранной работе. Таким специализированным оборудованием может похвастаться не каждый цех. Здесь есть столы, микроскопы, бормашины и даже 3D-принтер. Арсен Магомедов пока только познает тонкости работы со сложным механизмом. Парень схватывает все на лету. Он с интересом рассказывает о том, что ему еще предстоит освоить. Но уже видно, что долго в подмастерьях не засидится. На 3D-принтере, с ваших слов, я создаю изделие. Это изделие состоит из смолы. Потом это изделие создается на 3D-принтере в двухмерном изображении. Данное изделие опускается в гипс. Уже в гипс заливается серебро. Это все застывает. Гипс ломается. Ваше изделие, как вы просили, оно будет таким. Одновременно здесь смогут обучаться и работать 7 человек. Они будут трудиться по графику 2 через 2. Это позволит охватить больше людей, желающих научиться ювелирному делу. Тут можно совместить приятное с полезным, получить профессию и пообщаться с теми, кто тебя понимает. У каждого инвалидного у него проблема в том, что, в принципе, не получается выйти, потому что нет доступной среды. И потом, когда ты уже задумываешься над тем, что дальше делать, ты просто не находишь ответа. Потому что на работу ты не нападаешь, тебя просто не берут. В принципе, людей, которые тебя обучат, просто так, бесплатно. Ну нет. Поэтому я решила создать такое место. Это первая в стране ювелирная мастерская для людей с ограниченными возможностями. Идея открыть такое место пришла Наиде Магомедовой. Заручившись поддержкой Минтруда региона, она воплотила свою мечту в жизнь. Главная цель проекта – не только обучить профессии ювелира, но и трудоустроить. В мастерской обещают, что по окончании курсов каждый ученик получит работу. Севрина Шамхалова, Махарбек, Мариев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин